Пост приемного отделения больницы – это не только место распределения пациентов по палатам, но и своеобразный информационный штаб. Здесь находится оборудование, которое сигнализирует о возникновении дыма через специальные датчики, установленные по периметру учреждения. В случае возгорания автоматически включается сигнализация и информирование. Внимание! Учебная, пожарная, тревога. Всем немедленно поднимутся. Используя эвакуационные. Пока что тревога учебная, но действовать персонал больницы обязан незамедлительно. Одни эвакуируют больных и звонят в пожарную службу, другие используют первичные средства пожаротушения. Разворачивают пожарный рукав, подают воду, вход идет и огнетушитель. За это время к месту приезжает и пожарный расчет. Кстати, свободный доступ на территорию больницы – одно из главных условий по противопожарной безопасности. Машина должна свободно разворачиваться, а гидранты – быть с водой. Учения показали, что учреждение полностью готово к любым ситуациям, связанным с пожарами. В настоящее время учения проводились на базе урологического отделения. За это время эвакуировано было 36 человек, 28 – это были пациенты и 8 человек-сотрудников. Эвакуацию произвели за 5 минут. Как отметили инспекторы Пошнадзора, персонал больницы справился с поставленными задачами. Профилактическая операция здравоохранения регулярно проводится в рамках краевой программы по обеспечению безопасности населения. Очередная проверка стартовала по краю накануне. Сотрудники Сочинского Пошнадзора уже осмотрели около 10 лечебных учреждений в Центральном районе. В случае выявления нарушений руководители привлекаются к административной ответственности, им выдаются предписания. В связи с тем, что объекты социальные, контрольные сроки даются минимальные. В случае наличия грубых нарушений материалы отправляются в суд на приостановление деятельности. В среднем объекты здравоохранения готовы на хорошо. Есть маленькие недостатки, которые в принципе устранимы даже без выдачи предписаний. Это то есть провести дополнительные инструктажи, что мы рекомендуем. Еще раз провести перекатку пожарных рукавов, провести ревизию всех огнетушителей, всех стволов и состояние пути эвакуации. До середины декабря подобные учения и проверки сигнализации, справности водоснабжения и действия персонала лечебных учреждений будут проведены в Адлерском и Лазаревском районах.